Лучшие книги Бернхарда Шлинка Ничем нельзя оправдать, когда кто-то решает за других, что для них хорошо или плохо, утверждает немецкий писатель, юрист и преподаватель Бернхард Шлинк. Бернхард Шлинк – современный немецкий автор. Если вы смотрели фильм «Чтец», то уже заочно с ним знакомы, ведь фильм снят по одноименной книге. Знаменитый автор книг появился на свет 6 июля 1944 года в Белефельде, Германия, в многодетной семье теологов. Когда Бернхарду было два года, семья переехала в Гейдельберг. Там юноша окончил гимназию и поступил в университет на юридический факультет. Бернхард Шлинк специализируется на конституционном праве и до сих пор является профессором в Восточно-Берлинском университете имени Гумбольда. В 1982 году Бернхард Шлинк стал профессором Боннского университета. Ученый часто говорил, что изучение и преподавание права всегда было для него на первом месте, так как эта дисциплина охватывает не только основные и конституционные права человека, но и справедливость, мораль. В 1980-х годах профессор юриспруденции обратился к литературе. В соавторстве с Вальтером Попом он создал детективную трилогию о частном сыщике Гебхарде Зельби. В книгах автор размышлял, как события прошлого определяют нынешние преступления. И именно с этого романа, с 1980 года, началось творчество писателя. Эти темы нашли продолжение и в самом известном романе Шлинка «Чтец», который стал самой успешной немецкой книгой последних десятилетий и был включен в учебную программу немецких гимназий. Пожалуй, самое известное произведение и действительно достойное того, чтобы его знали. Роман взрослой женщины и паренька-школьника – мучительный моральный выбор между сохранением репутации и торжеством справедливости. Конфликт с историей своей страны и его отражение в его конфликте с собой. Этот роман о боли и о том, что от прошлого нельзя убежать. Другой мужчина. Сборник новелл и рассказов немецкого писателя. Семь историй о любви. Шлинке следуют разные лики любви. От любви привычки до любви, открывающие новые неведомые горизонты. Что такое любовь? Почему люди так жаждут любви и почему бегут от нее? Почему не берегут свою любовь, пока не оказывается слишком поздно? Семь печальных и лирических историй Шлинка, семь возможных ответов на этот вопрос. Летние обманы. Сборник грустных рассказов, неторопливый слог и скупость эмоций. И в то же время особенно аура, стиль и уникальная композиция. Летние обманы. В каждом рассказе своя история. Встречи, расставания, любовь, молодость и старость. И обман, который рано или поздно раскроется. Рассказы заставляют задуматься о том, насколько хорошо мы знаем тех, с кем прожили много лет. Или все же чужая душа потемки. Может ли принимать жизненные важные решения, не посоветовавшись с самыми близкими людьми? Как мы можем сами решить, что хорошо для нас и наших близких? И правильно, а что нет? Главные герои смогли переосмыслить свою жизнь, понять, что являлось для них главным только тогда, когда он остался один в пустом доме, покинутый обиженной семьей. Роман «Женщина на лестнице» о любви трех мужчин к одной женщине. Во многих произведениях Шлинка главный персонаж именно женщина. И совсем даже не обычная женщина, а женщина-мать или женщина-жена, а женщина-личность, уверенная в своих силах, со своими убеждениями и жизненной позицией. Героиня гораздо сильнее и умнее влюбленных в нее мужчин. И она использует их слабость в своих интересах. Любовь к женщине, с которой он был знаком совсем мало времени, и которая его только использовала, герой пронес через всю жизнь свою. И единственное, что ему она позволила в конце своего жизненного пути, это создать мечту о их совместной жизни. А ведь герою была свойственна та жертвенность, которую героиня хотела видеть в мужчине. Но пожалела ли она о несостоявшейся любви? Похоже, нет. Роман написан гениальным мастером, тонко, чувственно и долго. После его прочтения вы будете чувствовать запах моря, слышать шум ветра, всплеск волн и прерывистое дыхание героев. Проблемы, которые поднимает своих романов Шлинг, актуальны для послевоенной Европы. Преступления отцов и их влияние на жизнь детей. Книги Шлинга – философские рассуждения на тему ответственности, выбора, расплаты за ошибки прошлого, справедливости и виновности. Часто автор запутывает повествование, добавляя в него загадки и тайны прошлого. События в многих его романах разворачиваются на фоне грандиозных исторических событий. Проблемы, которые поднимает Шлинг в своих произведениях, продолжают волновать современное общество. Если вас привлекло творчество прозаика, предлагаем ближе познакомиться с его произведением, ведь эти книги есть в Соломбальской библиотеке. Не только читатели, но и телезрители могут оценить увлекательные, необычные сюжеты произведений писателя. В 2008 году было экранизировано сразу два романа Бенхарда Шлинга «Другой мужчина» и «Чтец». Продолжение следует...